Ежегодно 15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Оно завершает цикл рождественских праздников. В честь этого в Троицком храме Пушкина прошло богослужение. Славянское слово «Сретение» переводится как «встреча». На 40-й день после Рождества Дева Мария и Иосиф принесли Иисуса Христа в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там младенца встретил старец Симеон. Именно в этот день принято считать, что человечество встретилось с Богом. Сретение является переломным моментом, когда на смену Ветхого Завета пришел новый. Об этом рассказал прихожанам священник Александр Сорокин. Завет Ветхий только мог констатировать факт, что люди подвержены греху. То, что за грех следует наказание от Бога. И это наказание влечет души людей в арху. Но пришел сам Бог, чтобы разрушить эту клятву, разрушить это преступление, чтобы люди могли спастись и души их могли после смерти попадать в рай. По народным приметам, Сретение считается границей между зимой и весной. По погоде в этот день определяют, скоро ли наступят теплые дни. В этот праздник многие верующие посещают храмы. И там с каждым происходит его личное Сретение – встреча со Христом. Сегодня очень большой праздник. Просто невозможно сидеть, если я не работаю. Обязательно надо идти в праздник. Как же так? Сегодня, я считаю, самый большой праздник. Очень приходите, люди православные, в храм. Причащайтесь. Потому что это здоровье, вера – это жизнь вечная. И хочу всех поздравить с этим праздником и призвать – приходите в храм, будьте здоровы, счастливы. На Сретение приходится и День памяти воинов-интернационалистов. В честь этого была отслужена панихида по всем православным воинам, погибшим при исполнении своего служебного долга в Афганистане. Также 15 февраля – это и Всемирный день православной молодежи. Поэтому в конце службы священник Александр Сорокин зачитал поздравления патриарха Кирилла. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Лейзер. Новости Большого округа.